Этот прибор Владимир Капустин называет катушками. Собранная из дерева конструкция, по словам октябренского изобретателя, издает определенные вибрации, способные лечить больные органы. Это своеобразная батарея из полусфер, собранная по определенному алгоритму, запущена в работу. В данном случае она служит для лечебных целей. Для лечения и восстановления физического тела. В кабинете Владимира Капустина помимо катушек есть кольца, на которые уже получат патент, и камни, привезенные с места падения метеорита. Свою коллекцию Владимир Васильевич аномально не считает, хотя и признает, многие из родных придерживаются совсем другого мнения. Аномалия – это субъективное понятие. Если для человека это непонятно, или это не входит в его общие какие-то рамки понимания, для него это аномалия. Если человек понимает то, что видит и чем занимается, это не аномалия. У другого октябренца тоже собрана необычная коллекция. На потолке уже знакомые катушки, а в компьютере несколько гигабайт видео с летающими тарелками. Александр Старченко уже несколько лет наблюдает за аномальным местом, которое расположено в 40 километрах от Октубе. От земли, от еда земли в зоне разлома идет очень сильное излучение, массы излучений четвертого измерения. То есть это неизвестные нам, в частности, гавитационные выбросы различных гравитонов, так называемых частиц, различных вариантов. То есть смысл, в связи с этим возможны случаи даже исчезновения, как в бимонском треугольнике. То есть при выбросе вот этого вещества, излучения, существо, попавшее в зону выброса, исчезает после нашего мира, попадая в четвертое измерение. Здесь оно исчезает, оставляется. Это видео было заснято друзьями Александра Владимировича, как раз на том самом месте. Непонятно летающий объект с огромной скоростью движется в сторону Октубе, а затем исчезает. По словам бывшего врача медицинской службы гражданской обороны, непосредственная близость тектонического разлома ничем хорошим для города не закончится. Октюмис находится в опасной зоне, и в перспективе я вижу, какое будущее в Октюмиске. Во-первых, в ближайшие два года произойдет вот это землетрясение, сильнейшее землетрясение, которое... Это будет не одно землетрясение. Раз начавшись, они не будут прекращаться уже десятилетия здесь, постоянно будет трясти десятилетиями, понимаете? До трехсот лет будет землетрясение в нашей зоне здесь. И по всей земле в том числе. Почетный геолого-разведчик Республики Казахстан Ефим Книжник прогнозам Старченко не верит. И на вопрос о будущем Октюминской области скуп на комментарии. Она была, она есть, и она всегда будет. В самом городе дурной славой среди населения пользуется областной драматический театр имени Охтанова. За время своего существования он уже горел два раза, а внутри здания, по словам старожилов, творились странные вещи. Однако персонал театра от комментариев отказался, мотивируя это тем, что не хочет глупыми страшилками терять октябинского зрителя. И так не шибко чествующего спектакля и постановки. В областном Кривеческом музее объяснили, почему в народе здание драмтеатра считают нехорошим местом. На месте ранее расположенной церкви Александра Невского сейчас расположен драматический театр имени Таховия Охтанова. На этой архивной фотографии та самая церковь, которую снесли в советское время, а на ее месте построили драматический театр. Хотя не все придерживаются этой точки зрения. Штука заключается в том, что этот снимок был сделан в 1913 году. Эта серия открыта, как в городе Октюминске была. Где стоит церковь? Вы видите здесь где-нибудь на этой фотографии? Церкви здесь и в помине нет. Это панорамный снимок. В 1913 году церковь уже была. По словам Юрия Тарасенко, драмтеатр не был построен на руинах церкви, потому что она стояла совсем в другом месте. Храм располагался, если уж быть более точными, буквально в 50 метрах сзади от нынешнего здания драматического театра. До сих пор осталась площадка, где находился этот храм. Этот бункер расположен в непосредственной близости от драматического театра и первоначально был построен для защиты населения от ядерной или биологической войны. Но по непонятным причинам военные в спешном порядке покинули это место, оставив все оборудование. На полках и сегодня остаются лежать противогазы, капсулы против радиации и другие вещи, которые никто так и не тронул. Этому бомбоубежищу уже более 50 лет. По словам людей, живущих вблизи, ночью из этого места доносятся странные звуки. Актюбинка Индира Хасенова утверждает, что не раз слышала звуки из этого места. Как-то раз мы проходили с друзьями отсюда, и слышали какие-то странные звуки непонятные, то ли крики какие-то, не знаю. И я слышала то, что это происходит уже не первый год, и вообще я боюсь отсюда проходить. Бывает страшно одной проходить. По неофициальной версии в Актюбе с населением в 300 тысяч человек работают более 2,5 тысяч целителей и сновидящих и колдунов. И если спрос рождает предложение, то наш город можно назвать одним сплошным аномальным местом. Дидар Кушаманов специально для программы X-Time из Актюбе.